День рождения Он выпадает на день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Вот у всех в этот день праздник, а у нас вот некоторое другое измерение У нас сегодня все-таки день рождения Сегодня 130 лет И мы очень рады приветствовать всех собравшихся во дворе Лосева Много родных и близких и знакомых лиц Меня зовут Ефимов Олег Для меня большая радость служить в этом доме Быть здесь каждый день Дай Бог здоровья Ази Алибек в Нитахагоди Которая находится в доме на втором этаже за нами И благодаря ей и трудам, которые этот дом существует В котором мы работаем каждый день Мы начинаем церемонию возложения цветов И я предоставляю слово директору дома Лосева Владимиру Олеговичу Семенову И далее он будет уже сам ведущим Прошу Дорогие друзья Мы Как-то сегодня осознал, что Какая колоссальная ответственность Отмечать Вот такой юбилей 130-летия Алексея Федоровича Лосева И то, что мы сегодня То, что здесь сегодня происходит Ну это, мне кажется, это исторические события Которые входят в историю нашего города Потому что мы, конечно, понимаем Что мы говорим о великом имени Мы говорим о действительно Великом философе Великом мыслителе Таких имен, ну, наверное Вот в великой русской философии Да, мы найдем Ну, наверное, бесспорно Алексей Федорович входит В пятерку, безусловно, в десятку Да, вот самых Значимых имен Русской философской мысли И, конечно, очень Значимо, что Вот это все Вот его жизнь Протекала в самом сердце Нашего города Вот Мы тоже сегодня вспоминали Что Вот очень знаково Что Имя Алексея Федоровича Уже Обрастает легендами То есть Его Фигура Становится уже Просто какой-то вот Мистической В Контексте нашего города Да Ну, легенда о том, что В день его смерти Листья стали падать С Вот этого тополя Под которым мы стоим Легенда о том, что Вот Когда он находился в лагерях Что лично Пешкова Жена Максима Горького Ходатай стала Перед Сталином Да И Что Да Даже Цитируются какие-то фразы Сталина За сколько Сколько у нас Философ-идеалистов Один Ну вот Один Ну, один пусть будет Вот Ну и даже легенда Да Которая Появилась благодаря Изысканиям нашего Старшего научного сотрудника Виктора Петровича Троицкого О том, что Ну, действительно Есть очень много косвенных указаний на то, что Фигура Алексея Федоровича Да В шапочке В монашеской скуфье Послужила прообразом Для Создания Образа мастера В мастере и Маргарите Да Вот в этой Шапочке И, конечно Вот это Эти легенды Они просто подчеркивают Действительно колоссальную Колоссальную значимость Алексея Федоровича Вот И то, что это место стало Ну, просто святым местом для всех Русских философов И мы знаем, что Ну, все, кто имеет отношение к русской философии Ну, считают за огромную радость За огромную честь Прийти сюда В дом Лосева, да И выступить с лекцией Провести вечер И мы это видим И это очень ценим И, ну, это мы понимаем Какую на нас это налагает ответственность Вот Поэтому сегодня у нас Огромный Большой праздник И мы хотели, чтобы, наверное, да Сначала Ну, наши друзья Сказали какие-то слова Вот И в конце этой церемонии Мы Возложим цветы к памятнику Алексея Федоровича Вот И в начале я Ну, как бы для открытия церемонии Хотел Пригласить для приветственного слова Нашего большого друга Человека, который По нашей просьбе возглавил Оргкомитет всех мероприятий Связанных со 130-летием Алексея Федоровича Заместитель председателя Московской городской думы Председателя Московского отделения Российского исторического общества Степана Владимировича Орлова Спасибо, Владимир Олегович Дорогие друзья, коллеги Для меня, конечно, колоссальная честь Я воспринимаю, скорее, как какой-то аванс Может быть, моим будущим достижением То, что мне доверили возглавить Оргкомитет Юбилейных торжеств Великого мыслителя Московского мыслителя Российского мыслителя Алексея Федоровича Лосева Думал ли я, когда учился в МГУ На историческом факультете Что я буду возглавлять Оргкомитет Великого Лосева Чьи книжки я читал Конечно, читал книги Азалибек на Тахагоде Алексей Федорович родился на излете Великой дореволюционной российской культуры Он всего 24 года прожил Как подданный Российской империи И, конечно, он, наверное, больше принадлежит 20-му веку Но он, конечно, по своей Многогранности своего творчества Своих трудов Он намного, на мой взгляд, ближе К Титанам Возрождения К великим мыслителям 19-го века Да, мы говорим Алексею Федоровичу как о философе Но, конечно, он был и историком Блестящим И филологом И писателем И журналистом И публицистом И переводчиком Я думаю, что нет такой Области гуманитарного знания К которой бы он не прикасался Своим блестящим умом Человек фантастической образованности Интеллекта Порядочности Чистоты Алексей Федорович символизирует, наверное, все лучшее Что было и в дореволюционной культуре И гуманитарном знании И все то, что было лучше в советской культуре И в советском гуманитарном знании Он пронес вот эту искру Которая зажглась еще, наверное, много веков назад В античности Которую он очень любил И которой тоже очень много посвящал времени И вот эта искра философии Любви к знанию Она была им принесена В наш современный мир Алексея Федоровича уже много лет нет с нами Но его книги, его лекции, его труды Они остаются И более того, нам нужно еще очень многое осмыслять Из того, что создано Алексеем Федоровичем О чем он говорил, о чем он писал И у меня огромная благодарность, конечно, Дому Лосева Который на протяжении многих лет занимается Не только популяризацией творчества Алексея Федоровича Но и научным осмыслением творчества Лосева И публикацией его трудов Изучением его жизни, его творчества Это очень важно для российской культуры Для философии, истории Для истории науки, для филологии И сегодняшний юбилей, я думаю, это еще раз повод Вспомнить о великом человеке О великом россиянине О великом гражданине мира Потому что, безусловно, труды и творчество Алексея Федоровича Лосева Они важны не только для России Они важны для всего мира Для мировой культуры и мировой науки И юбилейные торжества Это еще раз повод для того, чтобы подумать А все ли мы сделали для того, чтобы донести Вот эту искру любви к знанию И любви к людям До всех, кто эту искру может принять в свою душу и в свое сердце Великий человек, великий ученый, великий мыслитель Мы вечно будем его помнить Спасибо Я хотел попросить сказать несколько слов Человека, который я уже упоминал Кто внес огромный вклад в изучение наследия Алексея Федоровича Лосева Это наш старший научный сотрудник Виктор Петрович Троицкий Ой, не знаю, что говорить Когда-то Алексей Федорович, выступая перед студенческой аудиторией Начинал так примерно Вали, ребята Вали В науку В ум В высокую мысль Ну и так далее То есть вот Слово, с которым он обращался К этой пролетарской еще молодежи Вот такое было Вали, ребята, вали Он не стеснялся использовать И такие простые слова Хотя владел еще и всей Мудростью всех веков и народов Лосев был великий учитель И сама его жизнь Как образец для нас Как образец этого самого учительства Как делать бы жизнь с кого Помните, один советский писатель Писал И еще одна Один урок Лосева Который сегодня, кажется, еще не говорили Который точно стоит сказать Лосев Это еще и монах-андроник Это еще и православный человек Который пронес Веру свою Сквозь всю жизнь Сквозь все эти Житейские тернии А под термиями нужно понимать И репрессии И лагеря И многолетнее непечатание И забвение Все это было Один наш хороший исследователь Нашел точное определение Для такой фигуры Лосева Вернее, этой стороны Фигуры Лосева Лосев это Арьергардный Боец Теснимого Христианского Общества Вот мне кажется Об этом Тоже стоит Не только напоминать Не только помнить Но и вообще говоря Как и положено Ученикам От учителя Получать Может быть Если ищем мы То, что называется Русской идеей Или будем искать еще В ближайшем Обозримом будущем Может быть Эта идея Как раз и состоит В том Чтобы Русские Были Православными Русская Православная Русская идея Это и есть Православие Собственно говоря Жизнью Лосева Это в точности Подтверждается Спасибо Спасибо большое Я хотел для приветствия Пригласить Писателя Вице-президента Русского ПН-центра Бориса Симофеевича Евсеева Борис Симофеевич Неоднократно Выступал У нас В доме Лосева С циклом лекций Ну и просто Действительно Очень большой Дорогой друг Нашей библиотеки Музея Спасибо Дорогие друзья Я вот здесь Стоя чувствую Как изменилось время В 83-м году С двумя друзьями Мы приходили сюда В наивной надежде Встретиться с Алексеем Федоровичем Лосевым И не удалось этого сделать Потому что за ним Как раз тогда еще Смотрели очень Внимательно Не только мы Но и разные органы Вышла книга о Соловьеве Впервые тогда Это был 83-й год Тираж был уничтожен Вернее его рассыпали Потом опять разрешили Вот Но имя Лосева Уже тогда Звучало В наших После студенческих Студенческих Других аудиторий Как одно из самых Славных имен И это не случайно Ведь Аксей Федорович Лосев Это еще человек Который отдал Огромную дань Имя Славе Этому поразительному Ну не ответвлению Такому моменту Скажем В православии Конечно На него повлиял Отец Павел Флоренский Но Лосев написал Поразительные вещи Он говорил о том Что нет Большей силы В мире Чем имя Именем все началось Именем все закончится И вот Я надеюсь Что уже говорили О русской идее Что Многое Закончится Тем Что мы С любовью С огромной Радостью Будем Очень часто Везде Где только можно Не только в этом Прекрасном садике Но и во всей России И в Москве Повторять Это великое имя Лосев 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 Сын Простого Донского Казака Он поднялся До немыслимых Высот И это тоже Россия Это тоже Россия Когда из самых Так сказать Простых людей Уже сегодня Говорили о том Что он Просторечием Так сказать Студентов Привлекал Из самых Простых людей Он стал Потрясающим Человеком Он не был Кумиром Но он был Настоящим Властителем Дом Таким и останется Спасибо Спасибо большое Борис Мафеевич Имя Алексея Федоровича Связано С нашим Музеем И В следующем году Дом Лосева Будет отмечать 20 лет С момента Создания Я хотел попросить Сказать Несколько слов Заместителя Директора Дома Лосева Татьяна Владимировна Машковская Добрый день Добрый день Дорогие друзья Мы очень рады Что в этот Совершенно Замечательный Чудный И говорят Что это раз В сто лет Бывает такая погода Вот этот день Мы сегодня Вас здесь Всех приветствуем Совершенно верно Сказал Владимир Олегович Этому дому В следующем году Как библиотеке И музее Будет 20 лет Для нас Тех Кто начинал Это все А в этот дом Я попала В 2005 году То есть уже Почти 19 лет Я помню Как все это Создавалось И как это Все организовывалось И конечно же Алексей Федорович Если Пушкин Для литературы Русской Это все То для нашего Дома Алексей Федорович Это все Все чем мы живем Что мы популяризируем Чем мы занимаемся Все эти годы Все это связано С именем Алексея Федоровича Он как будто Стал нашим отцом Мы его так и воспринимаем Как вот Семейно Что дом наш родился Благодаря Алексею Федоровичу И конечно же Азе Лебековне Которая С ее Так сказать Согласия Любезного И с ее Доброй воли Было передано В библиотеку Все то лучшее Что собиралось Алексею Федоровичем И Азе Лебековне И наша коллекция Книжная Начиналась Именно ядро коллекции С их личной коллекцией Которая была передана В дом И все эти годы Мы очень бережно Храним эту коллекцию И самое главное Что она принадлежит людям Это не мемориальные предметы А это открытый фонд В котором люди могут приходить И работать Мы очень благодарим И семью И всех наших Многочисленных И очень близких Для нас людей Ученую Литу Которые приносили К нам свои книги Говорили Что только в доме Лосева Они хотят хранить Свои фонды И у нас совершенно уникальный Удивительный мир книг Который создавался Во имя Алексея Федоровича И во имя всей русской философии И культуры в целом Поэтому Этот день для нас святой Мы всегда будем помнить Как начиналась Эта библиотека И на следующий год Конечно же Весь год будет посвящен Вот этому событию 20-летию Дома Лосева Благодарим вас Приходите в наш дом И всегда для вас Мы готовы работать Открываем свои фонды Свои возможности Свои всевозможные услуги И надеемся Что этот дом Будет всегда тем Домом растущей мысли Как нас назвал Один из наших Очень любимых ученых И мы будем стараться Для вас И для Алексея Федоровича Которого мы зрим И здесь всегда ощущаем И знаем Что душа его Всегда смотрит на нас И радуется Спасибо вам Вы знаете Что у нас Очень много мероприятий Запланировано Еще в течение Этого года Связанное с Юбилеем Алексея Федоровича И в том числе До конца года Мы выпустим Книгу Алексея Федоровича Дерзание духа Это очень важно И знаково Для нашей Для библиотеки Вот чтобы эта книга Снова уже Увидела свет Уже в новом издании Вот Запланирована Большая конференция Научная И в том числе Планируется конференция Совместно с Московской городской С библиотекой Московской городской думы И с Московским отделением Российского исторического Общества Вот И Я хотел отметить Что вот Эти события Да События Юбилея Они включены В этом году В программу Большого Рихторовского фестиваля Рихторовские встречи Который Проходит уже Я не знаю Уже много лет Проходит в Москве На ведущих площадках И Мне кажется Очень важно Что в этом году Вот Юбилейные Рихторовские мероприятия Они в том числе Посвящены памяти Алексея Федоровича Я хотел пригласить Для приветственного слова Двух Организаторов Рихторовского фестиваля Двух Продюсеров Вадима Олеговича Петрова Директора Института социальных теорий Экологии и искусства И Владимира Евгеньевича Коптьева-Дворникова Который является Заведующим Музеем Дома Лосева Профессора Высшей школы экономики Добрый день Дорогие друзья Действительно Рихторовские встречи Это литературно-музыкальный фестиваль Который проходит И был основан В столетии Юбилея Святослава Рихтера Уникальность Фестиваля И заключается в том Что он соединяет Девизом фестиваля Является Девиз Книга Слова искусства И это уникальный синтез Который созвучен Как В свое время В 16-м году Благословила фестиваль Великая Ирина Антонова Которая Сказала Что он безусловно Созвучен С той задумкой Который Собственно О которой говорил Рихтер Программа фестиваля Включает Большое количество Мероприятий И в этом году Фестиваль посвящен 130-летию Лосева И я хотел бы Напомнить Что 5 ноября В 19.00 В Рахманиновском зале Московской консерватории Пройдет концерт Посвященный 130-летию Лосева Более того Мероприятия Связанные с фестивалем И На разных площадках Также будут посвящены Лосеву Кроме того Хочу отметить Что в рамках фестиваля Конечно Это Такой уникальный Просветительский Кластер Который соединяет В едином потоке События Разные События Великой русской культуры В этом году Он также будет посвящен Конечно И Тургеневу И 250-летию И 150-летию И Горького И многих других Но Тем не менее Я считаю Что все-таки Фронтальное Действительно Уникальное Культурное Событие Которое Включает в себя И научную конференцию И музыкальную Программу Ну и конечно Лекционную часть Это уникальное Фронтальное Событие Фестивале Посвященное Конечно 130-летию Великого Лосева Спасибо Дорогие друзья Добрый день Начну с того Что Хочу поблагодарить Моего Друга И товарища Владимира Олеговича Семенова За то Что он Возглавляет Такое замечательное Научно-професситическое Учреждение Как библиотека Русской философии Имени Алексея Федоровича Лосева И огромное спасибо Всем Сотрудникам Библиотеки Лосева Музея Лосева Научного отдела Который занимается Следованием творчества Лосева Это люди Которые Ну почти что Беззаветно Служат Своему делу Вы знаете Что Культура Хоть и является Приоритетом Но всегда Не самым главным Поэтому Огромное вам спасибо Я прошу вас Давайте поаплодируем Команде Дома Лосева И скажем Спасибо за это Мой друг И коллега Степан Орлов В котором месте Мы учились В Московском университете Сказал уже о том Что мы Будучи юными студентами Московского университета Исторического факультета В 1988 году Конечно же Наслаждались Уже изданными Книжками Алексея Федоровича Лосева К сожалению В отличие от других Титанов Русской Гуманитарной науки Таких как Дмитрий Лихачев И Сергей Аверинцев Которых мы слушали В стенах Московского университета Мы не имели Счастья Лично познакомиться И услышать Лекции Алексея Федоровича Не хватило нам Немножко времени По рождению И ему Немножко времени Скажем Чтобы Дожить До нашего Такого начального Гуманитарного образования Он прошел достойно Все те Тяжелейшие испытания Которые Принесла ему И Советская власть И гражданская война И Испытания Которые принесла ему природа Потому что Конечно вы знаете Что Алексей Федорович Мучился тяжелым недугом Связанным с Очень плохим зрением При этом он оставался Абсолютно Дееспособным человеком Мучил студентов Писал книги Поэтому Еще раз Дань восхищения Великому человеку И Буду очень рад тому Что сегодня Благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина Тому что созданы Такие институты Как Президентский фонд Культурных инициатив Который Позволяет нам Организовывать Подобные фестивали Как фестиваль Рихтера Как философский Так скажем Праздник следующего года Посвященный Философу Николаю Бердяеву Хочу сказать Что Это тоже очень важно Для нас И помогает Конечно Сделать более зримыми Все наши усилия В том числе В поддержку И распространение Творчества Алексея Федоровича Лосева Большое спасибо Мы начинаем Церемонию Возложения цветов И я хотел попросить Заместителя Председателя Московской городской думы Стимана Владимировича Орлова Возложить цветы К памятнику Родные дорогие Ну вот То долгожданное Ради чего мы собрались Возлагаем цветы Алексею Федоровичу Молимся Помним Любим Подходите Пожалуйста Да можно водичку сразу ставить Сделать П guidance Возб Dom Игнать Молом Тема Вот eta Б essentially Нежная И после этого мы выходим и открываем символически, перерезаем ленточку в юбилейной выставке, а сейчас приглашаем всех. Переходим на Арбат, перерезаем перед выставкой, перед ленточкой. Что-то скажем там еще пару слов. Спасибо.